Добрый день, у нас гостя, народный депутат Владимир Поросюк и Владимир Поросюк. Владимир Поросюк, Владимир Поросюк, Владимир Поросюк и Организация Центра помощи и поддержки военных. Владимир, вам слово. Спасибо вам, что вы приедете. Я вам очень благодарен, что все выubили на пресс-конференции. Я хочу сказать, что я щурокинул вашей госпиталь и был очень вражен дисциплиной, чистотой и вообще отношением во боевых. До хлопцев, которые поступали из зони АТО, поспелковался с командиром госпиталю. Я, честно говоря, вражений порядностью, тому вам за это дякую. Побачив волонтерский центр, который при госпитале, где девчата помогают хлопцам. Дуже рады это все видеть. Цель поездки наша, в первую очередь, для того, чтобы в Харкове понимали, что Львов, Киев, мы все вместе имеем спильную мету и идею. Есть организации в Харкове, с которыми хочется співпрацювать, чтобы они получили поддержку нашу, чтобы мы делали какие-то спильные акции, чтобы мы больше показывали силу гражданского руха. Думаю, что в том русле мы можем задавать вопросы, именно о Харкове, какие у меня впечатления, с кем я поспілкувался, но можете задавать и политические вопросы. Все, что вам можете особистые вопросы задавать, все, что вы захочете, мы готовы отвечать. Богдан является координатором руха «Сейф Лифт Тогезер», который зарегистрировался в Америке. Это наш спильный проект. Это фонд, который собирает деньги для наших бойцов в США. Может, у него будут какие-то технические вопросы. Ирина Голуб является керевником гражданской организации «Центр допомоги и поддержки військовым». Если у вас будут какие-то вопросы, потому что мы не только гуманитарную допомогу надеем, а и юридичную. Поэтому рада почути с Харкова вопросы, даже самым быстрее. У меня есть какие-то навыки, какие-то связки с Харковом, с командными организациями, с волонтерскими организациями? Чи есть уже у вас информация такая? Звичайно, что есть. Я вчера встретился с представителями громадских организаций, меняемся координатами. Будем спольно делать, еще раз скажу, до Великого дня сделаем какую-то спольную акцию стосовно поездки на Схід для наших бойцов. Хочется, знаете, завжди был міст между Харковом и Львовом, и другими местами. Просто мы тими мостами не умели користоваться. И, честно говоря, у нас в стране, вы знаете, где война, и такая нестабильная политическая ситуация. И поэтому хочется просто-напросто, чтобы наши враги видели, что мы объединяемся. Это их самым больше бентежит и лякает. А от того, что мы объединяемся, оно нам дает какую-то силу. И еще забыл добавить, почему я приехал в Харков, чтобы мы понимали, чтобы не было никаких мифов, пропагандистских, которые стосуются Львова, Харкова, Донецка, Ивано-Франківська. То есть, не нужно нас делить. Мы, если взяли лозунг «Єдина Украина», то мы не только должны его как гасло использовать, а идти до цієї цели. Я вважаю, что мы до нее дойшли. Еще раз скажу, я почувствовал очень теплый прием в Харкове. Конечно, есть какие-то проблемы, но и в Львове тоже есть какие-то проблемы. И наша спільная мета их решать. Поэтому еще раз дякую. Я вопрос. Скажите, вы сегодня, как вы делаете за карты, если вы не понимаете, так? За этот час вы спрашивали лише с волонтерами? Или вы пытались уже спрашивать с нашими миссариевыми ладами? Может вы сходящей, областной, или вы чувствуете ли вы от них поддержку, так как волонтерский? Вы знаете, есть какие-то проблемы с вашей миссариевыми ладами. В принципе, не то, что у меня есть желание с ними общаться. У меня нет вообще никакого желания. Их нужно менять. Потому что это какой-то такой залишок регионалов на Схидной Украине. Я прихильником в том, чтобы молодые люди, профессионали, в первую очередь в голове молодые, и профессиональные, и шли до влади, и меняли, чтобы это было в Харкове. Стосовно того, будем еще встречаться. Сейчас будет встреча с всеми желающими. Готовы ответить на вопросы. Поэтому с владой, знаете, очень тяжело с вашей найти контакт, потому что мы идеологично разные. То есть вы были сегодня уже второй день? Меня больше интересует думка активных харьковян, тех, которые прийдут на измену старым портократам, которые, в принципе, нашу страну ведут до незрозуміло куда. Это мне больше приятно, приятно походить по городу, поспілкуваться просто с гражданами. И я вважаю, что это набагато важливее, чем делать официоз с владой, с червонными дорожками, с помпезными висловами. Это пережиток радянщины, давайте уже его откинемо и будем в него отходить. Майдан, расскажите, пожалуйста, про фонд «Цей Близ Тогези». Мы понимаем, что это співпрация с американцами, но у нас есть такая стереотипная думка, что там где-то в гостей. Как вы познайомились, что это такое? Цей фонд, он создавался сразу после Майдана, когда началась война. Ось его создали две украинцы, которые живут в США. И они сразу начали работать с Володимиром и передавать просто шаленную помощь. Они собирают деньги за кордоном, в Америке, в Канаде, в других частях мира. За это покупают обладнание, абсолютно резноморитное. То есть они могут купить качественное обладнание, за оптом и ценами дешевше, то есть за кордоном, и присылать сюда. Это укомплектовать аптечки, то есть за натискальными стандартами. Ось, реанимобили, абсолютно резноморитное обладнание. А наша співпрация, наша волонтерская команда, поляга в том, что мы с ними имеем общий проект, мы купим автомобили. То есть и Центр допомоги и поддержки для войскових. И мы, это вся наша команда, мы работаем над тем, чтобы обеспечить, что нужно. То есть наразе нужны автомобили и реанимобили. Вот над этим мы сейчас работаем, это наш такий основной проект. В будущем у нас с ними также есть несколько возможных проектов. Это и закупление инвалидных войсков, и лежек, и иного обладнания. Но сейчас, за основу, мы берем такой направленность. Как вы следствоваете, чтобы все было честно, чтобы все было доставлено и для тех, кто в этом очень нужны? Есть нюансы. Да, как бы это ни было соромно, но в Министерстве обороны там еще не все честные люди, которые могут и... Та вся допомога... Ну, часто не доходят до бейца. Оскільки пан Володимир воював, в тихий час он знает все потреби. В нього очень много есть контактов. На передовом, на сходе, и он знает хлопцев. И, тобто, мы ориентуемся, что кому нужно. Тем более, мы співпрацюем с многими волонтерами, как в Киеве, в Дніпропетровске, как и в Харкове. Ну, теперь уже налагодились звездки. Тобто, и мы можем ориентовать, и мы знаем, что кому нужно. Тобто, это наша допомога 100% доходить до бейца. Володимир, вы передаете самую другую руку? Как я делаю? Я всегда это делаю, потому что, знаете, есть такой вислов, что у нас, правда, русскомовный, кому война, кому мать родная. То есть, нужно собе давать праву, что есть нечестные люди и используют волонтерство где-то в неправильных целях. Но я всегда сказал, что если вы довезете насамперед допомогу, тогда она действительно будет полезной. Поэтому мы таким методом працюем. И еще когда я служил в батальоне Дніпро-1, мы разом со своими побратимами, мы вольны от завданий час, потому что мы деколи там тиждень могли быть вперед, потом нас давали на ротацию, кто мог там поезжать десь додому, потому что все, преважно, из Дніпропетровска были. Мне додому ехать было очень далеко. И мы эту допомогу, которую я протягом тижня, я был там на передовую, они там назбирали певную сумму грошей, мы ездили, закупляли продукцию, из Америки нам передавали те самі кровозупиняющие препараты, разные обладнания. И мы это возили на передовую, прямо в руки передавали. Бывали даже такие випадки, что ты приезжал, а хлопцев уже не было. Но субординация и повага бейцов один до одного настолько велика, что мы выдавали, например, я сам особисто транспортировал один из рейнмобилей, я им завез, скажу, вот сейчас приедут до вас хлопцы, мы не можем три дня ждать, потому что у нас много своей работы. И мы лишали тот автомобиль, и потом я звонил в подраздел, говорит, да, нам другой подраздел его передал. То есть это самая диява допомога. Конечно, не все мают такой доступ до зони АТО, поэтому и мы саме тут, чтобы этот волонтерский рух координировался. То есть не важно, кто какая организация. Взагалі-то волонтерство, найкраще, знаете, как-то скажут, от знака, от волонтерства, это наша допомога. И я вважаю, что в первую очередь нужно, чтобы хлопцам было доброе, и это будет найкращая для нас нагорода. Вот так правильно сказать. Есть вопрос еще? Какая новая была засмоктана партійная оператором? Я хочу сказать, как поделился парламент, так коротенько. Есть старое политическое средство, есть новое политическое средство, которое хочет быть похожее на старое. Это их цель. Потому что это дети, прокурор, судов и разных чиновников. А есть это что-то новое. Конечно, не новое, молодое, свежее, с новыми поглядами. Воно есть. Багато когось система уже нагнула. Я не могу сказать вам конкретно, хотя у меня есть какие-то какие-то певные предпущения. Но все-таки идущие изменения, и я их вижу. То есть парламентские выборы у нас не есть последние, что были. И у нас будут еще парламентские выборы, по-моему, еще будут и еще. И требует понимать, что каждый раз мае кристаллизовываться парламент и мае что-то быть новое, много лучше от того, что 23 лет было. Поэтому оно есть, мы співпрацюем. Если вы увидите голосование, они, возможно, разбежность мают между всеми, но, конечно, та маленькая группа есть. И я уверен, что обсуждение так складывается с часом, что оно все просто, как ртуть из всех сторон, просто в одну каплю зъедется. Потому что иначшого выхода нема. Есть вопрос идеи, она где-то там, мы ее все видим, просто в каждом резный шлях до нее дойти. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вы хотите исследовать те деньги, которые получают в Украине АТО? У меня есть информация, что сейчас, например, некоторые батальоны отреждают зарплату 580 гривен. То есть, вы как-то помогаете в этом вопросе решить? Наразі, наша командская організація больше працюет, мы не даем весь юридический защит, которого потребуют бейцы, которые живут в зону АТО. Но, скажу вам честно, в финансовых, в каких-то трудностях, до нас, у нас бейцы с такими проблемами не звертались. То есть, основное, с чем до нас звертается, это с проблемами с отриманием звания учасника бойових дій. То есть, таких звернений много и у нас есть команда юристов, которые работают в том направлении, и не дают всю необходимую юридическую помощь. Стосовно финансовых моментов, наразі не могу вам дать ввиду, потому что таких случаев пока не было. Можливо, это как-то связано, может, это как-то регионального характера проблема. В нашей части, скажем так, на Львовщине, на Галичине, наразі мы не стыкались с такими проблемами. Но, если есть, то давайте... Так, звично, то есть, мы все, мы были еще и в госпитале, у вас військовом, и спілкували с бейцами, мы оставили свои визиты, номер телефонов, то есть, мы открыты. Если вы знаете про такие проблемы, то контактуйте, я после пресс-конференции слижу свой номер телефона, мы будем рады допомагать и спальными с усилями такие речи решить. Также я бы хотела еще обратить внимание на то, что у нас есть такая программа, мы работаем с диаспорой украинской, в Испании, это допомога семьям, загиблих героев, потому что очень часто бейцы на Сходе, особенно, когда, на жаль, они загинули, и их семьи потребуют допомоги. И про эти семьи держава не дбают налаженым чином. И поэтому наши диаспори, которые за кордоном, они отгукнули, что они адресно эту помощь не дают. Это как материальная допомога, так и допомога речами, особенно детям, в которых есть дети, шкельного века, дошкельного. Поэтому, я закликаю так же и харьковских волонтеров, то есть организовывать такие акции. Мы допоможем консультации, мы допоможем с диаспорами, оскільки у нас есть больше досвиду, потому что эти семьи нужно также дбать. Они чувствовали, что их родители пішли защищать Украину и, как бы, знаете, они отдали наиболее свое життя, а мы должны этим семьям так же дать, чтобы их дети не чувствовали никогда потреби ни в чем. Ось, так же зараз хотела бы поддякувать харьковским волонтерам, в частности Домитро Ульяйник, очень активная молодая людина, может, так себе налагодили какие-то попередние напрацювания стосовно спільных акций волонтерских и плануем ближчим часом на Великдень встретить его в зоне АТО с хлопцями и отвезти им транспорт. Мы раньше так же, как и все волонтеры, занимались харчами, медикаментами, но потом возникла потреба, что жахливо не встачали техники на передовій. И мы начали закуплять автомобили, их переобладновать, бронювать, перемальовывать в камуфляжно-захисный колор и подвозить на передву. И сейчас мы сошлись на том, что у нас кількість техники в Харкове и мы решили, что это все разом. Мы взберемо хлопцем какие-то великодні гостинцы и спольно Львов-Харков покажем, что Украина одна спальна мета и мы это все ведемо в зону АТО для наших бейцов в різные подразделения. Володимире, до вас. Ви как народный депутат, за какими направлениями еще работают в команду? Кому все звикли, что депутаты приходят в Раду? Ви зрозумієте, что важко себя переформатировать с революционера на законодотворца, но все таки есть певный результат и на сайтах Верховной Ради можете побачить законы, по них могу по каждому дать аналіз, там есть законы, которые стосуются регулирования питания податкового кодексу бюджетного, там есть питания законодавчей инициативы для антикорупционного бюро, есть законы автомобиль на закордонной регистрации, это больше закон для Львовского региона, есть питание стволения тимчасовых слідчих комиссий, есть закон, который регулирует певные дозвольные питания в аграрии, есть закон, какие там еще такие питания открытого реестра транспортных засобов чиновника и его членов семьи, чтобы мы понимали, кто на чом ездил. земель, там есть, вы можете все передивиться, просто не памятаю, стараюсь в этом русле работать. Но больше мажоритарной системы в Украине не будет, так как декларуют большие силы, я поза фракцией не фракции в Верховной Раде, с которой я могу объединяться. У нас для чего объединяться, если есть спильные усилия, а если использовать трибуну для лишних разговор, это не нужно. Если что-то сделаем добро, если нет, то я всегда найду силы против деться. Поэтому сейчас в этом русле працюю, мажоритарки не будет, до чего веду, потому что будет, за партійными открытыми списками, но и тому мажоритарные депутаты просто-напросто забили, потому что для чего идти там робить. У меня есть просто на людей, потому что уже не нужно подобиться никому, чтобы им снова выбирали. У меня есть обязанность перед моими выборцами, я вважаю, что это не только мой округ, 65 тысяч выборцов, где я перемогу, я вважаю, что это все окраина, потому что, чтобы вы понимали, в среднем народном депутате приходит за тиждень 2-3-4 до 10 звернений. Мне уже Укрпошту посилками на вагу передают, то в день по 300, передали щойно с Киева до Львова цілий такий мішок звернений. Є юридичная команда, которая занимается теми питаниями, до речи, тут есть представители Святослава, молодая людина, юрист закінчив Институт внутрішніх справ у Львові. Я его выбрал только через то, что он ни одной копейки никому не дал. И хочу всем доказать, что такой молодой специалист может подписывать министра, писать министра, правильно формулировать речи. И хочу разбить стереотип про то, что мы таки профессионали, и никогда в жизни вы ничего не знаете, молодые, поэтому я до них всегда апеллюю. Значит, старые профессионалы, дякую, что вы нам передали страну с войной и с коррупцией. Я всегда таким отвечаю. Тому, звичайно, что есть опыт, и у меня среди помечников есть достаточно старшие люди, которым уже по 40 лет. Это профессори, которые мне все же таки показывают какой-то дороговказ, я прислушаюсь до них, но это честные, порядные люди, которые все своё життя працювали заради этой страны. Тому, деятельность в первую очередь это депутатская приймальня, вона в меня не одна, я сейчас планую в других областных центрах открывать. Другая, это координация волонтерского руха, я до него не лезу, если честно скажу, я десь может вступаю каким-то певным рупором, но есть Богдан, Ирина, они этим занимаются. Ну и остальная діяльность, которую мы сейчас начинаем, это противодие коррупции. У нас есть Бюро независимых расследований, и что мы делаем? По закону Украины мы не можем выявляти коррупцию, но мы можем сбирать фактаж. То есть, если мы даем своему активисту великий фотоаппарат, он будет снимать на кордоне взятки, контрабанду, и мы набираем достаточно большую доказовую базу, так как у нас уже есть такие перемоги в этой деятельности, поэтому потом в рух иду я. Я уже знаю, что делается, я маю все законные подставки это делается, я маю все законные подставки переверить будь-якое государственное предприятие, будь-якую установу, дяльность будь-якого чиновника и при том всему, что это дієло. Тому таких трех напрямках, хотя я прихильником системных изменений в стране, не точковых решений, но при теперешней ситуации я должен показать результат. Меня люди выбрали не заради до того часу, хлопец из Майдана что-то сказал, кто-то втек, потом пошел воювать в АТО. Это мой обязан. Если люди мне в этом поверили, я им очень спасибо. Но я мало того должен быть хорошим, нужно показать результат. Поэтому такими методами хочу его досягнуть. Спасибо. одно вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте. Ключительный Виктор, Громадский Телехаркес. Скажите, пожалуйста, добровольческие подразделения, которые не входят в структуру МВД или Минобороны, есть ли у их бойцов шанс получить статус участника АТО? Ведется какая-то работа в этом направлении? Потому что они тоже защищают Ведется и это очень гостро стоит на порядке в Украине. Как его регулировать? Что мы увидели из первых дней войны на Сходе? Что участников боевых действий получают те, кому не нужно. Как вы видели, один из акций в кабинете министров Яценюка получил участника боевых действий. Мы прямо в Верховной Раде его забрали. И это зловживание есть. Сейчас вопрос регулирования этих вопросов. Стосовно отримания участника боевых действий подразделам, которые не належат, мы безусловно с Дмитром Ярушем и с другими командирами таких батальйонов это вопрос чтобы никто не зловживался. Но все таки вы должны понимать, что даже эти добровольные батальйоны как ОУН, как правый сектор, какие там еще есть. Айдар это вопрос совсем иначе. Внутри политика, внутричные какие-то возможно... В них все одно есть структура. В них есть командир, командир штаба. Это здесь есть. Просто его в юридическую площадку цей нормы пропкнуть, и тогда будет все працювать. Честно есть загальненную базу в Верховной Раде которые хотят сделать участников боевых действий. Чтобы была компьютерная система, и ты ввел фамилию, и ты сразу бачил, где, как, где поранение, где служил, это тоже делается. Конечно, бюрократичная машина Украины и недоскональное законодательство блокирует певные норми закону, но я думаю, что мы до этого идем. Но я еще хочу сказать на завершение. Сейчас идет вопрос о разборожении добровольных батальонов. Ви знаете, возможно, это неправильно, но я всегда дотримуюсь такой думки. Если певной организации не дала оружие, то она не имеет права в этой организации забирать. Это моё бачение. И хочу вам сказать, что украинский народ уже в Сходу до Заходу с Певня на Певніч показал, насколько он нерозумный и равноваженный. Первый випадок Майдан. Когда началась ночь гнева у Львови и на Майдані были какие-то революционные настроения, там все горело, никто не разкрадал магазины. У Львови не было взагалі милиции, чтобы вы понимали, її принцип не существовал, она вся повтекала. Четыре дня не было правоохоронных органов, ніяких. Сбербанк Росії протягом тих четырех днів працював. Чтобы вы понимали, это не было факту ни одного мародерства. Другая ситуация. Вы понимаете, что на Сходе Украины есть вопрос оружия. Давайте будем говорить правду. Такого контроля пересувания оружия и такой количества, которая сейчас есть по Украине, тут же можно было делать не то, что громадянские войны, можно было делать 20 переворотов. Цего не сталося, потому что сознание уже дошло до того уровня, что мы не хотим ламать то, что мы побудовали. Хай оно будет не так качественное, неправильное, но мы этого не хотим. Поэтому я хочу акцентовать, и я прихильником того, жесткого регулирования вопроса и создания резервной армии. Это что означает? Что каждый может под свою властную ответственность строго по законам Украины отримать оружие, ее на властном балансе, каждый в себе дома, конечно, чтобы оно не так было и без документов. Нет, каждый регистрационный номер, все мое быть строго по закону. Я вважаю, что мы до того доросли, и это нам сейчас нужно. Поэтому думаю, что ответ дав вам на вопрос. Можливо, немного размазано, тогда прошу извините, но я знаю точно, что эти работения есть. Знаю. В Владе сейчас где-то не выгодны добровольные батальоны, когда были выгодны, теперь не выгодны. Но влада понимает, как бы она ни была, что она не имеет права узурпировать владу, и монополия никому не принадлежит. Влада в Украине принадлежит народу. Просто вона регулирует Конституцию Украины. Вот и все. Я бы на завершение сказал. Что хочу сказать. Зараз будет еще встреч с всеми обожаючими. Я в первую чергу вчера мав интервью на ваших местных телеканалах и, конечно, очень сложно ответить. Потому что хочется критиковать владу, потому что она действительно неправильно делает. А с другой стороны, не хочется допустить реваншу регионалів. На вашей території, на Харківській області, це дійсно такий баланс потрібно витримати. Я вам бажаю, в первую чергу, щоб ви, представники масс-медіа, доносили до своїх харківян інформацію правильную і завжди вігривали якісь злочинні акти, бо це самое головное. І щоб люди могли, знаєте, на одну шальку ставити добре, а на другу погано. І коли вони побачать, де добре, де погано, вони зможуть робити якийсь вихтлів. Друге, не боятися йти до влади. Кожне, повірте, немає нічого страшного, якщо перед вами стоїть жирний, позатий дядько, який 23 роки цією країною керував, не потрібно його боятися, він такий самий дядько, як ви, просто жирний, завжди запам'ятається. І на кінець вам хочу що сказати, те, чим закінчую завжди. Слава Україні! Дякую! Дякую!